В терах, в прудах и даже дождевых лужах, везде, в любом пресном водоеме, обитают разнообразные одноклеточные организмы. Если рассмотреть под микроскопом капельку воды, взятую со дна иристового водоема, в ней нетрудно обнаружить много своеобразных и удивительных микроорганизмов. Обратите внимание на медлительное, не имеющее постоянной формы животное. Это амеба. В переводе с греческого амейба значит меняющаяся. Длина тела амебы едва достигает полмиллиметра. В этом легкопедитца. Сравним амебу с кончиком остроотточенной препаровальной иглы. Амеба организм одноклеточный. Она состоит из протоплазмы и ядра. Протоплазма неоднородна. Наружный ее слой легко различим. При специальном освещении его нетрудно рассмотреть. Он в виде светлой пленки покрывает все тело амебы. Протоплазма бесцветная густая жидкость, похожая на сырой куриный белок. Внутренняя протоплазма более жидкая, зернистая. Она находится в движении. При сильном увеличении это явление можно наблюдать. Амеба легко перемещается в любом направлении. Ее движение напоминает движение капельки жидкости. На переднем по движению конце амебы образуются выступы, ложноножки или псевдоподии, в которые постепенно перетекает жидкая протоплазма. Задний конец амебы сокращается и как бы толкает ее вперед. Амеба так плотно прилегает к поверхности, касаясь ее всем телом, что и сильное сотрясение не всегда может ее оторвать. Попробуем смыть амебу струей воды, подкрашенной тушью. Оказывается, и это не всегда удается. Если посмотреть на амебу сбоку, видно, что она может не только перетекать по плоскости, а способна совершать своеобразные шагающие движения. Питание амебы тесно связано с передвижением. Непригодное в пищу амеба обходит. Питается амеба микроскопическими водорослями. Вместе с тем амеба хищница. Ее добычей становятся и микроскопические животные. Как ни стремительно инфузория туфелька, но и она становится жертвой медлительной амебы. Захватывая добычу, амеба постепенно обтекает ее протоплазмой, затем обволакивает полностью. Только изредка добыче удается ускользнуть. Добычей амебы могут стать и мелкие многоклеточные микроорганизмы. Этой калавратке уже не вырваться. Внутри полужидкого тела амебы пища переваривается. Образуется пищеварительный пузырек, бакуоль. Из протоплазмы внутри бакуоли выделяются пищеварительные вещества. Растворимая часть пищи всасывается в протоплазму. Бакуоль с непереваренными остатками пищи выбрасывается наружу в любой части тела. Излишки жидкости, ненужные организмы вещества накапливаются в сократительные бакуоли и выталкиваются наружу. Но что случилось с этими амебами? Так они выглядят в среде богатой белковыми веществами. В наружном слое протоплазмы появляются тоненькие трубочки, канальцы, через которые амеба как бы пьет готовый питательный раствор. Это другой способ питания амебы. Знойное лето. Неглубокие водоемы пересыхают. Что же будет с амебой? При любых неблагоприятных условиях, засуке, холоде, отсутствии пищи, амеба округляется и покрывается плотной оболочкой, цистой. Под надежной защитой стыдь амебы вместе с пылью совершают далекие путешествия. Так происходит расселение этих организмов. В благоприятных условиях амеба освобождается от цисты. Размножение амеб происходит только в благоприятных условиях. Они размножаются делением. Перед делением тело животного округляется, появляется легкий перехват, который постепенно делит амебу на две части. Одновременно делятся протоплазма и ядро. Амеба Реагирует на различные раздражители. Под действием поваренной соли лажноножки втягиваются, тело амебы округляется. Под воздействием электрического тока у амебы наблюдается та же реакция. Реагируют амебы и на свет. Обычно они перемещаются по направлению к освещенным участкам. Итак, мы познакомились с амебой, простейшим животным организмом, и убедились, что ей свойственны те же жизненные функции, которые присущи всему живому. Это виды амеб, которые приспособились к жизни в человеческом организме. Это враги человека. Они вызывают тяжелое заболевание, амебную дизентерию. В содержимом кишечника больного человека находится громадное количество дизентерийных амеб. Дизентерийные амебы вызывают образование глубоких язв в стенках прямой кишки. Питаются эти амебы красными кровяными тельцами, эритроцитами. Одна амеба способна захватить до 40 кровяных терец. Амебы очень подвижны, они могут проникнуть в кровь человека. С током крови паразитические амебы попадают в печень, легкие и даже в головной мозг, вызывая тяжелые заболевания. Источником заражения дизентерией являются цисты дизентерийных амеб. За сутки больной дизентерией выделяют сотни миллионов таких цист. Цисты разносятся мухами, они пристают к волоскам, покрывающим тело и ноги этих насекомых. Тараканы также являются переносчиками цисты. Цисты дизентерийные амебы чаще всего попадают в организм человека через грязные немытые руки. Этот мальчик запомнит навсегда, что только тщательно промывая руки можно уберечься от заболевания дизентерии. Запомните это и вы. Среди множества обитателей водной среды можно найти не только голых амеб, но и амеб, которые покрыты раковинкой. Это раковинные амебы. Амеба находится в раковинке. Наружу выступают только ложноножки и псевдоподии. Размножаются раковинные амебы также делением. Одна амеба остается внутри старой раковинки, другая выходит наружу и покрывается новой. Мир одноклеточных организмов обитают в морях и океанах. Ими заселены громадные толщи воды. Богатства глубин морей и океанов еще не изведаны до конца. Их изучением занимаются гидробиологи. Это ил, взятый драгой со дна моря. Вот так выглядит он под микроскопом. Животные, имеющие такие массивные раковинки, ведут донный образ жизни. Они называются фораминиферами. Раковины этих животных состоят из извести. Причудливые раковинки бывают многокамерными. Поверхность раковинок пронизана множеством мелких отверстий, через которые выступают длинные ложноножки или псевдоподии, напоминающие переплетенные корни растений. Отсюда и произошло название – корненожки. Под микроскопом хорошо видны одноклеточные животные, лучевики или радиолярии. В их протоплазме есть скелет из мельчайших минеральных иголочек, которые расположены радиально, поэтому и называют этих животных радиоляриями. Субтитры создавал DimaTorzok В течение многих миллионов лет погибшие фораминиферы и лучевики оседали на дно, спрессовывались и образовывали осадочные породы. Отступая, море оставляло громадные известковые напластования. Известняк – это не только распространенный строительный материал, это также и школьный мел, которым вы привыкли писать. Продолжение следует...